В четвертой части проекта поиграем в куклы с Ириной Черепановой, что вдохновляет ее на создание уникальных авторских объектов, давая им имена и наделяя их характерами. Все скалы, горы, которые есть в Норвегии, когда едешь по дороге или идешь, это все какие-то образы, это застывшие драконы, застывшие тролли, застывшие какие-то очертания лиц. И как старая антикварная кукла изменила ее собственную жизнь. Появилось как бы новое хобби, такое вовлечение, вот именно коллекционирование антикварных кукол и антикварных игрушек. Так, это у нас Лира и Лора, ты моя хорошая девочка. Сейчас мы ручки поднимем. Так, вот у нас куку-юборта. И все подправим. Какие куку-кулесы! Модницы в пышных нарядах, галантные кавалеры, лисы и зайцы, медведи всех цветов и размеров. Есть здесь и гости из дальних стран. Зарубежные куклы и куклы наших российских авторов, они очень сильно отличаются друг от друга. Я думаю, что отличаются тем, что у нас, во-первых, это разное восприятие жизни, мы живем в разных социальных условиях, у нас совсем другой менталитет. И, может быть, где-то мы не понимаем их, а в чем-то они не понимают нас. И это не единственное различие. У каждого автора свой любимый материал, свой неповторимый стиль и свой способ крепления деталей. Кто-то пользуется техникой валяния, другие предпочитают работать с фарфором или современным пластиком, папер-клеем. Здесь и сказочные зайцы из текстиля, и хрупкие девочки из полиуретана, совсем как живые. Это шарнирная кукла, очень сейчас модное направление, интересное. Она может сидеть, принимать различные позы. Так, садись. В кукольном мире, как и в мире человеческом, никуда без истории. Поэтому особое место на выставке занимают антикварные игрушки. У каждой из них своя судьба. Например, медведь из Испании. Похоже, у него были заботливые хозяева. Спустя 80 лет сохранилась даже оригинальная коробка. Он все пойдет. Нелегкая судьба досталась Лоре. Она родилась в Российской империи, на известной фабрике Шрайера и Фигенгурта. До сих пор неизвестно, как эта дорогая и редкая кукла оказалась в столице Поморья. Ее нашли в Архангельске, принесли. Она была в одной ночной батистовой сорочке, глазок не было. Значит, она была вся такая грязная, чумазая. Ее нашли, мне сказали, что где-то в сгоревшем доме. И она такая была завернута в тряпочку. Она была в очень ужасном состоянии. Паричок был очень такой прямо черный весь в сере. Ирине почти удалось восстановить куклу. Нерешенной пока остается лишь одна проблема. У воры нет ножек. И, как оказалось, для такой редкой игрушки найти их достаточно трудно. Но мастер уверена, рано или поздно малышка встанет на ноги. И для коллекционера это стало делом принципа. Наверное, с этой куклы появилось как бы новое хобби, такое увлечение. Вот именно коллекционирование антикварных кукол и антикварных игрушек. Традиционная тряпичная кукла не имела лица. Считалось, что через глаза в нее могут вселиться злые духи и навредить ребенку. В средние века куклу облачали в богатые наряды. А 18 век стал эрой механической игрушки. Вскоре кукла вызвала интерес и у коллекционеров. В наши дни, когда производство игрушек поставлено на поток, особой ценностью является авторская кукла. Я любитель того, что сначала глазки полностью сделать. Порой даже может быть тельца не до конца доделана. А ей же быстрее-быстрее головушку до конца довести до ума, отшкурить ее, текстурную пасту довести и глазки расписать, чтобы она на тебя уже смотрела. И тогда она же сама по себе диктует, какой у нее костюмчик будет. Ирина Черепанова, мастер-кукольник из Северодвинска, уже более 10 лет создает свой кукольный мир. Вообще каждая кукла, она как бы через тебя рождается, появляется на свет некий такой человечек, и всегда очень живой получается, позитивный. Самое главное – это не думать. А нужно, наверное, отключиться полностью, и сам по себе у тебя получается какой-то необычный такой, да, вот такой персонаж кукольный. Именно поэтому в домашней мастерской Ирины всегда царит спокойствие. На время работы откладываются все нерешенные дела, забываются проблемы. Игрушки должны создаваться с чистой и доброй энергией, считает мастер. Мне даже заказывали злых персонажей, нужно было сделать, вот именно к вертепу делала. У меня никак не рождаются злые персонажи. У меня даже такие вот, черт, да все это смерть, они такие добрые все были, душки, что вообще мы до чего их тут досостаривали, до того их дозлили, что вообще это очень трудно было для меня сделать. У ее кукол своя неповторимая анатомия. В основе – шплинт и шайба. Затем идет фольга, ткань и свой текстурной пасты. Поначалу творения Ирины были статичны. Через несколько лет общения с авторской игрушкой мастер поняла – движение, жизнь. Даже в сказочном кукольном мире. Ворон улыбаком. Вот. Улыбающийся ворон, у него, видите, какой поворот головушки. Такой будет интересный. Вот у него так крылышки, они потом цепляются с помощью металлических, различных, красивых, таких золотых украшений. Сейчас мы их достанем всем. Вот с помощью таких штучек. И тут огромное количество, я их разъединяю, все-таки как бы их делаю очень плоскими. И потом с помощью таких соединений, то есть золотых, как бы там одеваются. Сейчас Ирина работает над маленьким троликом – детенышем для маковки. Пока не расписаны глазки, сложно судить о его характере. А вот внешне он точно будет похож на маму. Ведь закон о генетике и в кукольном мире никто не отменял. Можно сказать так, что когда появляются, только глазки появились, когда расписано все, он уже. Он уже человечек, маленький, он уже живой, такой одушевленный. Испания, Эстония или деревушки на русском севере. Новые образы зачастую рождаются в путешествиях. Особенно вдохновляют Ирину норвежские пейзажи. Именно в этой стране она всерьез увлеклась фантазийной куклой. Очень люблю вот тоже драконов. Драконов очень много было сделано. Это тоже из норвежского проекта, потому что все скалы, горы, которые есть вот в Норвегии, я почему-то, когда едешь там по дороге или идешь, и это все какие-то образы, это застывшие драконы, застывшие тролли, застывшие какие-то прям очертания лиц, очертания морд, есть крыльев. Я не знаю, может, я одна так вижу, но я их там вижу. Вот это образы очень оттуда. У меня очень много зарисовок. Вот так они появились, родились на свет. Мастера кукольных дел Ирину Черепанову знают и в Москве, и в Петербурге, и в странах Скандинавии. Шесть лет назад она решила познакомить мир и с другими северными талантами. В 2009 году было создано Архангельское объединение авторской куклы «Кукольный домик», а сейчас студийцы уже сами организуют мастерские в других городах. Все пытались крутить, крутить, развиваться, чтобы куда-то выезжали мы, чтобы показывать себя. И самое главное, наверное, приятно, это когда тебя хвалят, не только в Северодвинске, а когда тебя хвалят, наверное, какие-то вообще мытры кукольного искусства, когда говорят, молодцы, надо же, как у вас в вашем-то Северодвинске, ну что очень удивительно. Изначально творческая мастерская кукольного домика была рассчитана на взрослых, но приобщиться к большому искусству захотели и дети. Ирина признается, начинать такую работу было непросто. Юные художницы с большим энтузиазмом осваивают новые техники, работают и с пластиком, и с шерстью, и с текстилем. Каждый из них уже сейчас понимает, мастерство – это не только работа с материалом. Важно вдохнуть жизнь в свое творение. Мне кажется, она будет такая секретная, может, какая-то загадочная. Может, даже какая-то милая. Вообще дети, они как первооткрыватели, они ничего не боятся. Взрослые порой боятся, да, что-то начинать делать, какую-то игрушку. А дети, у них как-то вот воображение, у них нет рамок еще вот жестких таких. Хорошим характером таким. Он будет... Он будет непоседливый. Наверное, такой, как я. Каждый день в обычном городе обычными кисточками и красками расписываются необычные вещи. В мастерской кукольного домика сказочные драконы и тролли в руках взрослых и детей обретают душу. И можно с уверенностью сказать – игрушки оживают не только ночью. КОНЕЦ КОНЕЦ Субтитры сделал DimaTorzok